Закрепление, умножение и деление на 2 Цель нашего урока – закрепить умение решать задачи, числовые выражения на умножение и деление на 2 Давайте вспомним На прошлом уроке мы с вами учились составлять примеры на деление по примеру на умножение Мы составляли с вами таблицу деления на 2 Вы помните, как называются числа при умножении? Верно Первый множитель, второй множитель, произведение Вспомните, как называются числа при делении? Правильно Делимое, делитель, частное А сейчас давайте посчитаем устно Для этого откроем учебник на странице 84, номер 1 Вычисли произведение и в каждой строке, используя его, найди частное Вы, надеюсь, догадались, какое правило поможет справиться с этим заданием? Верно Нам нужно вспомнить правило нахождения неизвестного множителя Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель Давайте попробуем заполнить пустые клеточки 9 умножить на 2, получается 18 А теперь с помощью этого произведения решаем два примера в первой строке 18 разделить на 2, получается 9 18 разделить на 9, получается 2 Следующую строку решите самостоятельно Ну что, у вас получилось? А теперь проверьте свои ответы Молодцы, хорошо Итак, мы с вами вспомнили еще раз очень важное правило математики Как найти неизвестный множитель А теперь поработаем над заданием номер 2 на этой же странице Давайте заполним с вами таблицу Как вы думаете, что вам нужно знать, чтобы выполнить это задание? Верно Вам нужна таблица умножения на 2 Вспомните, пожалуйста, таблицу умножения на 2 Итак, вместо буквы D вы подставляете данные числа и заполняете пропуски в таблице 9 умножить на 2, получается 18 8 умножить на 2, 16 7 умножить на 2, 14 6 умножить на 2, 12 5 умножить на 2, 10 4 умножить на 2, 8 3 умножить на 2, 6 2 умножить на 2, 4 1 умножить на 2, 2. Проверьте, правильно ли у вас получилось это задание. Молодцы! Вы хорошо усвоили таблицу умножения на 2. Теперь пришло время решать задачи. Прочитайте первую задачу. Для игры 12 детей разделились на 2 команды. Сколько детей в каждой команде? Верно! 12 разделить на 2 получается 6. 6 детей в каждой команде. Прочитайте вторую задачу. Белка нашла 16 орехов и разложила их поровну в два дупла. Сколько орехов оказалось в каждом дупле? Проверьте. 16 разделить на 2 получается 8. 8 орехов белка положила в каждое дупло. Прочитайте третью задачу. На двух тарелках лежало по 5 яблок. Сколько всего яблок лежало на этих тарелках? Верно! 5 умножить на 2 получается 10. Ответ 10 яблок. И последняя задача. Внимательно прочитайте ее. 8 литров компота разлили в бутылки по 2 литра. Сколько было бутылок с компотом? Решили? Проверьте. 8 разделить на 2 получается 4. А теперь внимательно посмотрите на эти задачи и скажите, какая задача здесь лишняя? Правильно, вы догадались. Это задача под номером 3. А почему? Потому что она решается умножением, а все остальные задачи решаются действием деления. А сейчас мы с вами решим задачу номер 5 на странице 84. Итак, прочитайте задачу. Зал освещают две люстры. В каждой люстре по 9 лампочек. Сколько лампочек в этих люстрах? Составь и реши две обратные задачи. Что известно в этой задаче? В зале две люстры, по 9 лампочек в каждой. Что нужно узнать? Верно, нужно узнать, сколько всего лампочек в этих люстрах. Давайте посмотрим на рисунок схематический, который поможет ответить на этот вопрос задачи. А кто уже догадался, каким действием мы сможем решить эту задачу? Правильно, вы выбрали действие умножения. Давайте запишем решение этой задачи. 9 умножить на 2 получается 18. Ответ. 18 лампочек было в двух люстрах. А теперь составьте две обратные задачи. Я надеюсь, вы помните, какие задачи называются обратными. Молодцы, вспомнили. Обратные задачи – это задачи, в которых неизвестные числа становятся известными. Итак, кто уже составил первую обратную задачу. Молодцы! Зал освещают две люстры, в которых вместе 18 лампочек. Сколько лампочек в каждой люстр? Решили? Проверяйте. 18 разделить на 2 получается 9. 9 лампочек в каждой люстре. А теперь составьте вторую обратную задачу. У вас получилось так? Зал освещают люстры, в которых вместе 18 лампочек. Сколько люстр? Если известно, что в каждой одинаково из них по 9 лампочек. Проверьте решение этой задачи. 18 разделить на 9 получится 2. Две люстры было в зале. Итак, вы молодцы! Вы очень хорошо поработали на этом уроке. Мы решили и составили обратные задачи. Вспомнили таблицу умножения и деления на 2. А также, как связано действие умножения с действием деления. Я надеюсь, что эти знания помогут вам справиться самостоятельно с домашним заданием. А дома вы должны будете на странице 84 выполнить номер 3 и номер 6. Спасибо за внимание! Желаю вам удачи! До свидания! Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Тема нашего урока единственное и множественное число глаголов. Сегодня на уроке мы научимся определять число глаголов. Ребята, послушайте стихотворение. Прибежала коза в огород. Ей навстречу попался народ. Как не стыдно тебе, ягоза. И коза опустила глаза. А когда разошелся народ, побежала опять в огород. Ребята, скажите мне, пожалуйста, что значит опустила глаза? Правильно, стало стыдно. А кто понял основную мысль стихотворения? Когда ругают, стыдно. А потом делает то же самое. Прочитайте первое предложение. Прибежала коза в огород. Подчеркните основу предложения. Коза прибежала. Назовите подлежащие. Правильно, коза. Что можно сказать о слове коза? Правильно, существительное, одушевленное. Стоит в единственном числе. А если, ребята, коза не одна вернулась в огород, а взяла еще подружек коз? Какое будет второе предложение? Правильно, прибежали козы в огород. Подчеркните основу в этом предложении. Козы прибежали. Проследите, как изменяются глаголы. Прибежала, прибежали. Подчеркните основу в этом предложении. Козы прибежали. Что можно сказать о слове козы? Правильно, имя существительное. Одушевленное. Стоит во множественном числе. Проследите, как изменяются глаголы. Прибежала, прибежали. Действие скольких предметов обозначает слово Прибежала. Правильно, одного. Это глагол единственного числа. Действие скольких предметов обозначает слово Прибежала. Правильно, многих. Это глагол множественного числа. А сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить следующее задание. Прочитайте слова. Определите число глаголов. Поют, читают, играют, пишут, убирают, рисуют. Поют. Правильно, множественное число. Читают. Правильно, единственное число. Играют. Правильно, ребята, множественное число. Пишет. Правильно, единственное число. Убирают. Вы правильно сказали. Множественное число. Рисует. Единственное число. Таким образом, ребята, сегодня на уроке мы узнали, что глаголы в единственном числе обозначают действие одного предмета, а глагол во множественном числе обозначает действие многих предметов. Итак, домашнее задание. Дома вам нужно будет выполнить на странице 75 учебника. Выполнить упражнение 129. Прочитайте слова. Измените число глаголов. Запишите пары слов. Укажите над ними число. На какой вопрос отвечают глаголы в единственном числе? Во множественном числе. Сравните пары глаголов. Подчеркните в словах ту часть, которая указывает на то, что форма глагола изменилась. Спасибо, ребята. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Книгу «Винни-Пух и все-все-все» написал Аллан Милн. Перевел ее на русский язык Борис Владимирович Захадер. Он был поэт, прозаик. Писал веселые, забавные, смешные, поучительные стишки для детей. Дома вы готовили выразительное чтение этих стишков. Я уверена, что у вас все получилось. Ну а сегодня мы будем говорить о хорошо известном вам произведении. А как звали одного из главных героев, вы узнаете после того, как я прочитаю вам стишок. Постучался в нашу дверь необычный чудо-зверь. Ты меня, малыш, послушай. У него большие уши. Он коричневого цвета. Его любят все на свете. Знает каждая дворняшка. Друга Гены – Чебурашку. Итак, тема нашего урока – Эдуард Успенский «Чебурашка». Сегодня мы познакомимся с биографией Эдуарда Успенского, с рассказом «Чебурашка». Это рассказ из книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Эдуард Николаевич Успенский – это многожанровый писатель. Он писал сказки, детективы, фантастические повести, пьесы. Он писал сценарии мульт и кинофильмов, радиопостановок, делал переводы, сочинял комиксы. Произведения Эдуарда Николаевича Успенского переведены на 25 языков. Книги выходят в Голландии, Японии, Франции, США. А в 2010 году ему присуждена была премия Корнея Чуковского. А кто же такой Чебурашка? Ребята, Чебурашка – это сказочный герой. Существо с огромными ушами, большими глазами, коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. А с каким словом перекликается слово Чебурашка? Да, со словом Чебурахнуться. Давайте обратимся к словарю далее. Что значит Чебурахнуться или Чебурахнуть? Это значит упасть, грянуться, грохнуться, либо растянуться. Как рассказывал сам Эдуард Успенский, однажды в Одесском порту, о котором он писал сценарий для кино, он увидел в ящике с бананами огромного хамелеона. Это ему запомнилось. И когда он потом писал повесть о крокодиле Генни, ему захотелось ввести туда какого-нибудь нового необычного персонажа. И в конце концов он вспомнил об этом хамелеоне. Имени этому неизвестному науке, зверьку, помогли придумать приятели, звавшую свою дочку Чебурашкой. Из-за ее неуклюжих падений девочка давно уже выросла, а мохнатый непоседа Чебурашка стал любимцем миллионов детей в разных странах мира. Итак, сейчас мы познакомимся с этим рассказом. Вы, пожалуйста, внимательно послушайте. В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена. Это они сказали слону, что он слон, а жирафу, что он жираф, а зайцу, что он заяц. Но слон, если бы подумал, мог бы догадаться, что он слон, ведь у него же очень простое имя. А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Поди догадайся, что ты не гиппотам, не папотам, а именно гиппопотам. Так вот и наш зверек, он никогда не задумывался над тем, как его зовут, а просто жил себе, да и жил в далеком тропическом лесу. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он себе, гулял, и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка в один из них залез и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться, поэтому он прямо на фруктах и улегся спать. Спал Чебурашка крепко. Он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики. После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие. Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый Чебурашка. Продавцы вытащили Чебурашку из кают и посадили на стол. Но Чебурашка не мог сидеть на столе, он слишком много времени провел в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, сидел, смотрел со стороны по сторонам, а потом взял, да и чебурахнулся со стола на стол. Ну и на стуле он долго не усидел, чебурахнулся снова на пол. Фу ты, Чебурашка какой, сказал про него директор магазина, совсем не может сидеть на месте. Так наш зверек и узнал, что его имя Чебурашка. Но как же мне с тобой поступить, спросил директор. Не продавать же тебя вместо апельсинов. Не знаю, ответил Чебурашка. Как хотите, так и поступайте. Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен, а во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. И тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, также директору магазина. В этом магазине продавали уцененные товары. Ну что же, сказал директор номер два. Мне нравится этот зверь, он похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне? Пойду, ответил Чебурашка. А что мне делать? Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно? Понятно, сказал зверек. А где я буду жить? Жить? Да хотя бы вот здесь. Директор показал Чебурашке старую телефонную будку, стоявшую у входа в магазин. Это и будет твой дом. Так вот и остался Чебурашка работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе, но зато под рукой у Чебурашки всегда находился телефон-автомат. И он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из собственного дома. Правда, пока ему некому было звонить. Но это его нисколько не огорчало. Итак, ребята, обратимся к словарю и разберем непонятные слова. Каюта – это помещение на корабле. Уцененные товары – это товары, которые стоят меньше прежней стоимости. Телефонная будка – это будка с телефоном-автоматом. Бракованная игрушка – игрушка с браком, с изъяном. Тропический лес, тропики – это местность с жарким климатом. И чебурахнуться, то есть упасть или удариться шумом. Почему же Чебурашке некому было звонить? Да у него еще совсем не было друзей. А как вы думаете, как живется без друзей? Конечно же, плохо, скучно и совсем одиноко. Давайте вспомним пословицы о дружбе, которые мы учили на прошлых уроках. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Человек без друзей, что дерево без корней. Доброе братство лучше богатства. Без друга на сердце вьюга. Ребята, дружбой надо дорожить и всегда помнить слова еще одного замечательного персонажа, героя Кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Только у добрых людей бывает много друзей. Давайте определим основную мысль этого произведения. О чем хотел нам сказать Эдуард Успенский? Конечно же, он хотел нам сказать о том, что трудно жить одному. Хорошо, когда есть рядом верные друзья. Итак, на этом уроке мы узнали биографию Эдуарда Успенского, познакомились с рассказом Чебурашка, определили главную мысль этого произведения. Ну а дома вам надо будет перечитать внимательно это произведение Чебурашка на страничке 139-142 и по желанию нарисовать иллюстрацию к этому тексту. Спасибо за внимание. Я уверена, у вас все получится. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин